урок 9 земное и небесное святелище да и все почти по закону очищается кровью и без пролития крови не бывает прощения к евреям 9 22 христос отдал свою жизнь чтобы даровать нам это неоценимое сокровище но без возрождения через веру его кровь нет ни прощения грехов ни обретения сокровища ни для одной погибающей души наглядные уроки христа страница 112 113 раздел 1 предназначение святилища вопрос а какой была божья цель в построении святилища и устроят они мне святилище и буду обитать посреди них исход 25 8 мосей получил указание построить по небесному образцу святилище как место пребывания бога на горе бог показал ему модель небесной скини и все ее принадлежности так господь явил израилю которого он желал сделать местом своего пребывания славный идеал своего характера это произошло на горе синаи во время проглашения закона однако сами израильтяне были бы сильно достичь такого идеала откровение полученное на синае только убедила их в собственной ничтожности и беспомощности следующий урок должен был быть изложен в скинии посредством служения жертвоприношения это был урок относительно прощения греха и дарованной спасителям силы для послушания к жизни вера которой я живу страница 192 вопрос б кто должен был осуществить настоящую цель святилище и слово стало плотью и обитала с нами полная благодати и истины и мы видели славу его славу как единородного от отца от иоанна 1 14 разве не знаете что вы храм божий и долг божий живет вас если кто разорит храм божий того покорает бог ибо храм божий свят а этот храм вы 1 критка нам 3 глава 16 и 17 тексты через христа должна была осуществиться цель символом которой была скиния то славное строение вера которой я живу страница 192 раздел 2 земное святилище вопрос а опишите первое отделение земного святилища и его главные предметы и первый завет имел постановление о богослужении и святилище земное ибо устроена была скиния 1 в которой был светильник и трапеза и предложение хлебов и которая называется святое евреям 9 глава 1 и 2 тексты в первом отделении или во святом находились стол для хлебопредложения светильник и жертв не курение стол для хлебопредложения стоял на северной стороне скинии вместе со своим декоративным венцом он был весь покрыт чистым золотом каждую субботу на этом столе священники раскладывали двумя стопками 12 хлебов и окропляли их ладаном хлеб который заменяли почитался святым и его должны были есть только священники на южной стороне находился семисвечник семью лампадами его украшали тончайшие работы цветы которые напоминали лилии весь светильник был сделан из цельного слитка золота поскольку в скинии не было окон лампы никогда не гасились освещая помещение днем и ночью перед завесой отделяющий святой от святого святых место непосредственного присутствия божьего стоял золотой жертвенник курения на нем священник должен был утром и вечером воскурять фимиам рога жертвенника мазали кровью жертв за грех а в великий день очищения он окроплялся кровью огонь на жертвеннике был зажжен самим богом и свято оберегался день и ночь по всему святилищу и вокруг него распространялась благоухание святого фимиама патриархии пророки страница 348 вопрос б опишите святое святых и служение которое совершалось в нем за вторую же завесою была скиния называемая святое святых имевшая золотую кодильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета где были золотой сосуд с манною жезл ааронов расцвевший иск решали завета а над ним херувимы слава осеняющие очистилище о чем не нужно теперь говорить подробно при таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужения а во вторую однажды в год один только первосвященник не без крови который проносит за себя из-за крихи неведения народа к евреям 9 глава с 3 по 7 тексты за внутренней завесой находилась святое святых место прообразного служения примирения и ходатайство образующие собой связующее звено между небом и землей в этом отделении был ковчег завета сделаны из дерева акация покрытый снаружи и внутри золотом и обрамленный сверху золотым венцом он служил местом хранения каменных скрижалей на которых сам бог начертал 10 заповедей поэтому он был назван ковчегом божьего откровения или ковчегом завета так как 10 заповедей стали основанием завета заключенного между богом и израилем патриархии пророки страница 348 раз в год в великий день примирения первосвященник входил во святое святых для очищения святилища совершением этого обряда заканчивалось годовое служение патриархии пророки страница 355 раздел 3 вечное искупление вопрос а каков несомненный результат ходатайства христа но христос первосвященник будущих благ придя с большою и совершенной искиньею нерукотворное то есть не такого устроения и не с кровью козлов и тельцов на со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление к евреям 9 глава 11 и 12 тексты наш великий первосвященник завершил свою жертву страдая вне врат тогда за грехи народа осуществилось совершенное искупление иисус наш ходатай первосвященник и заступник таким образом наше теперешнее положение похожее на положение израильтян стоявших во внешнем дворе ожидающих блаженной надежды славного явления нашего господа и спасителя иисуса христа когда первосвященник входил во святилище представлявшие место где наш первосвященник сейчас ходатайствует и возносил жертву на жертвенники то никакие искупительные жертвы не приносились снаружи в то время как первосвященник ходатайствовал внутри каждое сердце сокрушенно склонялась пред боком взывая о прощении греху образ и прообраз встретились в момент смерти христа агнца захланного за грехи мира великий первосвященник принес единственную жертву которая имеет ценность для всех времен будучи нашим заступником и ходатаем христос не нуждается не в достоинствах не в заступничестве человека христос единственный взявший на себе грех единая жертва за грех молитва и исповедание должны возноситься только ему тому кто вошел однажды за всех во святилище дабы мне познать его странице 73 вопрос б как кровь христа может принести пользу нам в нашей жизни ибо если кровь тельцов и козлов и пепел те лица через закрепление освящает оскорененных дабы чисто было тело то коль мы паче кровь христа который духом святым принес себя непорочного богу очистить совесть нашу от мертвых тех для служения богу живому и истинному к евреям 9 глава 13 и 14 тексты так и наши молитвы в то время как мы исповедуем наши грехи и просим о действии искупительной крови христа должны возноситься к небу благоухая заслугами характера нашего спасителя несмотря на наше несовершенство мы должны постоянно помнить о том что есть то кто может взять на себе наши грехи и спасти нас всякий грех исповеданный пред богом смрение сердца он удалит такая вера составляет жизнь церкви свидетельство для проповедников страница 93 скажите господу беззакония мои разделили меня с богом господи прости мои согрешения изгладь все мои преступления из своей памятной книги воздайте славу его святому имени ибо только у него прощение и вы сможете стать обращенными и преобразованными свидетельство для проповедников страница 98 кровь христа действенна но ею необходимо пользоваться постоянно если в древности оскверненного необходимо было очистить кровью кропления то насколько же важно живущим среди опасностей последних дней и подвергающимся искушением сатаны ежедневно окроплять свои сердца кровью христа вера которой я живу страница 200 раздел 4 утверждение нового завета вопрос а когда завет благодати был утвержден да и все почти по закону очищается кровью и без пролития крови не бывает прощение и так образа небесного должны были очиститься сами само же небесное лучшими сих жертвами ибо христос вошел не в рукотворное святилище по образу истинного устроенное но в самое небо чтобы предстать ныне за нас пред лицо божье евреям 9 глава с 22 по 24 тексты завет благодати впервые был заключен с человеком в эдеме когда после грехопадения прозвучало божественное обетование о том что семя жены поразит голову змея этот завет предлагал всем людям прощение и спасительную благодать божию для послушания в будущем через веру христа он также обещал им вечную жизнь если они будут хранить верность закону божьему таким образом патриархи получили надежду на спасение именно этот завет был обновлен с авраамом в обетовании и благословятся всеми твоем все народы земли за то что ты послушался глаза моего обетование указывало на христа авраам понял это и поверил что прощение грехов обеспечивается благодаря жертве христа вот какая вера была вменена ему в праведность завет с авраамом также поддерживал авторитет закона божьего господь явился аврааму и сказал я бог всемогущий ходи предо мною и будь непорочен свидетельство божье относительно его верного слуги гласит авраам послушался глаза моего и соблюдал что мной заповедано было соблюдать повеление мои уставы мои и законы мои и господь сказал ему и поставлю завет мой между мною и тобою и между потомками твоими после тебя в роды и хотя этот завет был заключен с адамом и возобновлен с авраамом все же он не мог быть утвержден до смерти христа он существовал обетование божьим с тех пор как было дано первое указание относительно искупления он принимался верой однако утвержденный христом он стал называться новым заветом закон божий служил основанием этого завета который являлся ничем иным как необходимой мерой долженствующий вернуть людей гармонии с божественной воли чтобы они могли повиноваться закону божьему патриархии пророки страница 370 371 вопрос б как апостол павел объяснил каким образом еврейская система жертвоприношений исполнилось в христе ибо христос вошел в нерукотворное святилище по образу истинного устроенная но в самое небо чтобы предстать ныне за нас пред лицо божье и не для того чтобы многократно приносить себя как первосвященник входит в святилище каждогодно с чужой кровью иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира он же однажды концу веков явился для уничтожения греха жертвою своею к евреям 9 глава с 24 по 26 тексты послушайте как павел растолковывает работу спасителя великого превосвященника человечества того кто пожертвовал своей жизнью и должен был искупить грехи всех а затем приступить к служению небесном святилище слушателям павла предстояло уразуметь что мессия которого они так ждали уже пришел что его смерть была исполнением того на что прообразно указывали все жертвоприношения и что его служение в небесном святилище было великой реальностью которая отбрасывала день в прошлое и проясняла служение иудейских священников деяния апостола в странице 246 раздел 5 второе пришествие христа вопрос а что обещано тем которые принимают завет благодати и как человеком положено однажды умереть а потом суд так и христос однажды принеся себя в жертву чтобы подъять грехи многих во второй раз явится не для очищения греха а для ожидающих его во спасение евреям 9 глава 27 и 28 тексты бог боков господь возглаголал и прозывает землю от восхода солнца до запада сиона который есть верх красоты является бог грядет бог наш и не в безмолвии пред ним огонь поедающий и вокруг его сильная буря он прозывает свыше небо и землю судить народ свой соберите ко мне святых моих вступивших в завет со мною при жертве псалтыр 49 глава с 1 под 5 текст и и скажет в тот день вот он бог наш на него мы уповали и он спас нас все есть господь на него уповали мы возрадуемся и возвеселимся во спасение его исаиев 25 9 господь желает чтобы мы ясно понимали великий план искупления вполне осознавали наше высокое преимущество быть детьми божьими и ходили пред ним в послушание с благодарением он желает чтобы мы служили ему в обновленной жизни пребывая в радости каждый день бог желает видеть благодарность изливающуюся из наших сердец за то что наши имена записаны в книге жизни у агнца и что мы можем возложить все наши заботы на того кто печется о нас он призывает нас возрадоваться потому что мы являемся наследниками господа потому что праведность христа это белые одежды его святые потому что мы имеем блаженное упование на скорое пришествие нашего спасителя наглядные уроки христа страница 299 мы странники и пришельцы ожидающие надеющиеся и молящиеся об этом благословенном уповании на славное явление нашего господа и спасителя иисуса христа если мы веруем в пришествие и привносим эту надежду повседневную жизнь то какое же сильное воздействие окажет на нашу жизнь это вера и надежда какой горячей любовью друг другу какой святой жизнью во славу бога одарит нас она и будучи нашей наградой какое разделение явит она между нами и миром истину о том что христос грядет необходимо постоянно помнить евангелизм страница 220 вопрос б о чем мы должны просить в наших молитвах свидетельствующий сие говорит ей гряду скоро аминь ей гряди господи иисусе откровение 22 20 вопросы для повторения какие благословения бог дает мне про исследование истины о святилище вопрос 2 объясните значение каждого отдельного предмета в святилище вопрос 3 что нам нужно помнить о жертве христа совершенной ради нас вопрос 4 почему новый завет назван новым хотя он уже существовал во времена авраама вопрос 5 что является кульминацией всех наших надежд и как это должно влиять на нашу повседневную жизнь будем помнить что мы странники и пришельцы ожидающие в упование на славное явление нашего господа и спасителя иисуса христа аминь 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 Продолжение следует...